Доброе утро. Я вчера за три подхода посмотрела фильм «Иди и смотри». После этого посмотрела фильм «Как убивали белых ангелов». Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего. У меня сплелись мысли, воспоминания, чувства. Просто всё сплелось воедино. Самое парадоксальное, самое ужасное, что мне не даёт покоя, это почему на протяжении стольких лет руками всей Европы пытаются уничтожить славянский народ. Меня повергла в шок жестокость, с которой фашисты издевались над нашими людьми, особенно над детьми. Меня поверг в шок то, что никого не писали поимённо, оставили только цифры на руках у детей. И такие же цифры ставили в библиотеке в Мариуполе. Дети, на которых проходили определённые исследования, дети, которых пытали. Вот. Знаете, я пришла к такому интересному выводу. Значит, у немцев, у фашистов, у них хватало, я не знаю, храбрости, гнева, ненависти, изощрённо издеваться над этими детьми, ещё и улыбаться в этот момент. То есть, получать какое-то удовольствие от садизма. А у нашего славянского мальчика не хватило храбрости выстрелить в портрет того самого Гитлера, когда он увидел его маленьким на руках у матери. То есть, да, советское воспитание и воспитание у Европы налицо. Да, если вот возьмём сто лет назад. Но история сейчас повторяется. Тогда по всей Европе строили концлагеря, где издевались над нашими советскими гражданами. И это не мешало жить. Не мешало жить спокойно немцам, не мешало жить спокойно словенцам. Они жили рядом, они знали, что в этих концлагерях, камере пыток, они знали, что с этих детей сцеживают кровь и делают пересадку кожи для спасения немецких фашистов. Весь мир смотрел сто лет назад на то, как нас уничтожали. Прошло сто лет, что мы видим? Те же библиотеки, которые находятся только теперь уже под землёй, куда невозможно попасть. Да, если только не взять это под себя. Те же номера на руках у детей, те же лаборатории, тот же слив крови. И вот я как бы к чему? Мне просто, если честно, мне так тяжело говорить, потому что я вспоминаю рассказы моей бабушки, например, с дедушкой, и мне как даже... И вот прошло сто лет, а история повторяется. Только теперь вся Европа смотрит на то, чем это закончится, ещё подогревая эту ненависть к русским. Русские люди и Россия, как и Беларусь, они остались теми, кто не стирает эту историю, кто сейчас страдает, у кого погибают... Вот в России погибают дети от терактов со стороны Украины. И опять весь мир на это смотрит, вся Европа на это смотрит. Понимаете, как интересно? Все забыли. Все просто всё забыли. Я в шоке. Меня, честно говорю, меня, чем больше я углубляюсь в эту историю, чем больше я вижу, сколько Россия сохранила всего. Я теперь понимаю, почему бабушка была такой жёсткой, почему дедушка был таким жёстким. Я теперь понимаю, почему моя мама не подарила мне так много любви там, потому что её не научили. У них в послевоенное время была одна цель выжить просто. И при рождении детей они хотели просто их накормить. Вы представляете? Посмотрите, ребята, фильм «Иди и смотри». Он так и называется. Это великолепный фильм. Нам говорю сразу. Он очень тяжёлый. Очень тяжёлый. Но он великолепный. И огромное спасибо этому создателю за то, что эти фильмы снимаются, за то, что мы можем помнить, что пережили наши прадеды. Слушайте, нас убивают с вами всю жизнь, сколько мы живём. А мы всё равно живём, растём, процветаем и развиваемся. Это, наверное, о многом говорит. Очень о многом. А там действительно по ту сторону, там сатанисты. Даже королева Елизавета озвучила такую фразу, что славяне не имеют права на жизнь. Они амбициозны, импульсивны. У них в приоритете стоят дети и семья. А это значит, что они неконтролируемы. Понимаете? представляете, какое кощунство брать детей за ноги и убивать на глазах матерей. Представляете, что это такое? Сколько загубленных жизней, сколько воя, крови, боли, сколько страха. У людей не было права выбора, у людей не было права на молитву, не было права на слово. сколько пережил наш народ. Мы действительно с вами потомки великих победителей. Только у меня один вопрос. Неужели вы там, живя на Украине, не понимаете, что вы отреклись от истории, вековой, мировой истории? Ваши прадеды там в могилах перевертаются? Они что воевали, чтобы мы с вами жили? Они свою жизнь отдали, чтобы мы жили с вами? А сейчас, спустя сто лет, все повторилось. И вся Европа смотрит на братоубийственную войну, при этом пичкая младшего брата, который оступился новейшими технологиями, оружием и наемниками, которые не жалеют даже их. просто сойти с ума. Советские люди погибали, советские солдаты умирали за эти земли украинские, чтобы их очистить от фашистов. А Украина так спокойно открыла все границы и запустила их назад. Отреклась, отреклась от памяти, от единства. Я теперь еще больше понимаю, что переговоры не нужны. Очень благородный Владимир Владимирович, нужна капитуляция. Россия должна забрать всю территорию, которая ей принадлежит, и добить эту всю пиздоту, и дать просраться Европе, потому что это все повторится опять через сто лет. Каждые сто лет они готовятся для того, чтобы убивать наших людей. Это страшно. Действительно какой-то масонский заговор против славянского советского народа. Это хуже, чем сатанизм. Мне кажется, что даже в аду дьявол от них отречется, как немцы от свина-собак в свое время.